слезы счастья скажи не хочется сейчас чуть попозже еще белье наденем и уже потом я тебя оставлю до утра а утром сделаем перевязочку берем эти трубочки и отпустим домой есть пить все тебе уже можно по чуть-чуть можно сопить по чуть-чуть работу тебя покормят ребятки я вообще реально очень хорошо себя чувствую то что было вибрационная конечно не помню и даже для меня кадры будут интересны посмотреть вообще что происходило это села там вроде как в сознании было но просто не помню ничего я помню что что было когда уже мне привезли сюда в палату я вообще отлично себя чувствую знать ее так выспалась хорошо никакого дискомфорта вот как раньше какие-то наркозы были такие жесткие просто как после крепкого хорошего сна есть небольшое давление вот вот здесь вот как бы в груди но это нормально и мне кажется что мне просто ручки немножко устали так побаливают но но все так вот настолько на как после работы в тренажерном зале может быть то есть понятно что это все обезболенно растут лежу отдыхаю и попила водички нормально себя чувствую вообще все супер и и так комфортно что палата просто такая не болично страшная знаете то есть домашние условия очень комфортно кроватка такая мягенькая глаз спать не хочу потому что выспалась мне даже можно будет скоро покушать и доктор сказал что мы скоро наденем компрессионное белье в связь тут какие-то трубочки торчат я даже ответила на какой-то телефонный звонок я правда не помню что я говорила но я ответил что кирилл был вообще весь процесс как-то нормально ну я думаю будет хуже но в принципе ничего страшного такого я там не увидел я присутствовал ранее в более серьезных операциях там было конечно страшнее тут я думал что так близкий человек мне будет тяжело эмоционально но все нормально просто атмосфера была хорошая да я думаю все обидно что бригада хорошо работает что хирург знает хорошо свое дело и так все четко у них и отлаживает ну я прям да почувствовала что Денис Александрович так очень располагает к себе это важно кстати доктора вот выбрать который будет прям вот гармонично нормально доверие все такое не рекламировали ни в коем случае пластического хирурга конечно нет но это просто наш опыт да у тебя так форма идет вообще да член команды оператор и переживающий и лично болельщик да ну вообще мы сейчас будем просто отдыхать слабость голову подкружать все привет вечерок уже наступил в принципе день прошел после операции прошло там какое-то время шесть часов мы поужинали водичку этого вообще отлично как то я прям после наркоза хорошо отошла проще конечно сейчас лежать когда я встаю мне чувствуется слабость и когда я первый раз встала на буквально там через небольшой промежуток после операции мне немножко трусила знаете мне даже немножко зубы стучали но какая сестричка сказала она что-то выходит в принципе выходят все наркотики это наркоз все что мне вводилось но естественно должно выйти но в целом конечно все абсолютно нормально пока есть слабость когда встаю то есть меня так с поддержкой потому что немножко сразу так подкатывает состояние слабости а когда лежу все вообще отлично что касаемо моей груди видите у меня вставлены такие трубочки то есть вот мне раз там в определенный период приходит медсестричка она убирает на здесь набирается вот это вот эти сгустки там типа кровь и еще что-то и она убирает просто их я думаю что завтра доктор мне это все снимет потому что завтра я уже в 9 часов перевязка и я уже поеду домой по ощущениям самим как бы вообще ничего страшного я не чувствую ну естественно была готова это же операция то есть не может быть так что ты лежишь и новые постановки танцев какие-то делаешь нет но все терпимо видите я разговариваю с вами и все нормально меня предупреждали что будет болеть спина вот именно такая ломота и да вот вот это вот наверно самое неприятное то есть вот когда вы устали у вас болит спина вот такое ощущение это потому что прям я очень сильно перебинтована плюс еще и вот этот вот лифчик типа он очень тверденький кстати когда было просто перебинтована мне было легче потом никогда надели его и застегнули вот эту штуку мне было прям очень очень больно особенно правую грудь но это прошло там в течение 15 минут то сейчас вообще я нормально себя чувствую что касаемо груди ой рука устает держать что касаемо груди то когда я лежу ту вообще как бы особо никаких болезненных ощущений я не ощущаю естественно что есть просто давление но естественно там же все так сейчас плотно вот немножко болезненно когда я сажусь то есть может быть где-то тут вот по краям и сбоку но тоже все так терпимо никаких ужасов нашего городка я вам к сожалению может быть вы чего-то ожидаете страшного рассказать не могу ну то есть я кушаю и и кирилл был целый день со мной кстати очень классно вот этот вот кровать застелили все и он был со мной целый день он мне очень классно кстати помогал то есть он мне там придерживала меня куда я встаю водичка покушать вот в общем нормально все сейчас я дождалась кстати вот вечера чтобы поспать и мне вот сейчас перед сном уже ввели еще некоторые препараты насколько я знаю просто обезболивающие и я смогу поспать потому что в принципе адской боли нет знаете когда у меня шли камни то я без обезболивающего просто не могла я кричала и плакала мне здесь и нормально телек смотрю там про миладзе что-то показывают и просто сейчас вообще попустит я думаю я смогу просто уснуть и поспать ночью хорошо покажу вам еще вот у меня катетер уже все ввели и просто заклеили его так что буду отдыхать я благодарна вам за внимание доктор завтра утром придет в инстаграме кстати уже выложила там первую фоточку и такой мини отзыв о сегодняшнем дне естественно что так очень каламбурно все потому что пока мысли так теряются все сконструировать как-то не знаю в общем буду потом отвечать уже на вопросы и более детально рассказывать но в целом так небольшой отзыв о том что я сделала кстати маме своей позвонила нормально восприняла все окей вот так что буду отдыхать всем доброе утро все я встала уже нету сил лежать уже бака так отлежала так валят что я просто буду ходить стоять но только не лежать на такие вот трубочки меня торчат вот и здесь выходит такая кровь ну типа сгустки не приходят каждые там какой-то промежуток времени просто сливают их на сегодня доктор снимет вы можете себе представить насколько сильно перемотана что у меня аж выдавился живот я как бы не обладательница такого пухляша она просто так все выдавилось на плюс немножко надувает потому что так немножко сложновато вот так все это выглядит видите размер все очень как бы демократично натурально должно быть все я умылась хочу уже домой если честно у меня тут вкусный диетический завтрак курочка овсянка кстати овсянка очень вкусно приготовлено что редко бывает мне кажется но здесь все-таки клиника частная и во первых сестрички очень внимательные врачи и все так вкусно у меня чай с лимоном бутербродик курица овощи и каша и мы тут сидим как раз и я вспоминаю больницы в которых я лежала когда-то государственные это конечно земля и небо я даже вот с ужасом вспоминаю палату куда у меня была ангина и палате 8 человек и и естественно совершенно разный контингент от бабушек до людей с какими-то своими странностями то есть у нас я никого не хочу видеть у нас была девушка в палате которая стучала зубами ночью ну вот у нее такая особенность то есть ты просыпаешься от того что стук и вот такого никогда не встречала в общем много разных приколов мне кажется такие обстановки не только угнетают здесь конечно все способствует выздоровлению и еда вкусная но вот мы я сейчас позавтракаю дождемся доктора и уже будем записываться я всегда всем говорю что независимо от того как вы настроены там какой протест мы поставим он все равно будет для вас маленький пройдет 20 минут либо 20 лет он все равно вы поймаете себя на нас на том что он будет для вас маленький что можно было бы сходить больше а 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 Субтитры подогнал «Симон»